Дорогие братья и сестры, друзья, посетители, всех сердечно приветствую, мир вам! Вы знаете, вот знакомого человека иногда не так трудно узнать, не так ли? Мы друг друга узнаем по лицу, мы можем узнать знакомого человека по голосу, а порой знакомого человека нам выдает даже походка и жесты. То есть некоторые черты нашего характера заложены в нас очень и очень глубоко, а что порою даже заметно на фотографиях, то есть даже смотря фотографии, может быть, детей родных мы понимаем и замечаем, что тот или иной ребенок, у него выражение лица или что-то есть одинаковое на многих фотографиях. Но почему я об этом говорю? Похоже, можно наблюдать, смотря на библейского Иисуса Христа. А некоторые черты глубоко вписаны в портрет и его личности, и его служения. И благодаря вот таким вот признакам Иисуса Христа можно узнать или можно найти не только в Евангелиях, которые говорят о его жизни, но можно найти и в книгах Ветхого Завета, а в книгах, которые были написаны задолго до его явления миру. Но вот мы с вами продолжаем изучение личности и служения Иисуса Христа. И сегодня обратим внимание на один из таких отрывков из книг Ветхого Завета. Отрывок, где не встречается имя Иисус Христос, но встречается очень и очень известный его титул – Сын Человеческий. То есть сегодня наше рассуждение мы с вами посвятим, потому что мы попытаемся понять значение вот этого титула Иисуса Христа – Сын Человеческий. Ну то есть Библия, с одной стороны, называет Креста Сыном Божьим и Сыном Человеческим. И мы сегодня обратим внимание на значение этого титула. А происхождение титула Сын Человеческий части связано с повествованием одной из книг Ветхого Завета, а именно книга пророка Даниила, 7 глава. Если вы держите Библию, я прошу вас открыть эту книгу, эту главу. Ну, в моей Библии это страница 870 Ветхого Завета. Книга пророка Даниила, 7 глава. Вот так вот интересно пророк Даниил написал эту книгу, что она делится на две части. Первую часть мы с вами любим читать, она нам понятна, она нам близка. Вторая часть, она очень-очень сложная, потому что, ну, первая часть прослеживает историю его жизни в Вавилоне, и об этом интересно читать. А вторая часть – это записанные видения пророков. И вот как раз-таки сам Даниил, он и известен вот этими необычными видениями, некоторые из которых носили даже очень и очень страшный характер. Ну вот, если ваша Библия открыта, 7 глава – это как раз-таки одно из таких страшных видений. А дело в том, что вот в том, как вот развиваются события этой главы, Даниил несколько раз делится своими чувствами, которые сопровождают это видением. Посмотрите 15 стих. «Воспрепетал, вострепетал дух мой во мне Данииле, и в теле моем, в теле моем, и видение головы моей смутили меня». То есть это то, что переживал человек, наблюдая это видение, которое дал ему Бог. И 28 стих – это самый последний стих этой главы. «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Ну, что же такого особенного увидел Даниил? Что такого страшного открыл ему Бог в этом видении? Вот если в общем посмотреть на содержание 7 главы, то можно сказать следующее. Пророк Даниил видит четыре зверя. Четыре зверя, которые выходили из бушующего моря. Это были вот звери, которые выходили во всей своей ужасающей силе. Вот как-то по-человечески пророк пытается сравнить их с тем, что знакомо ему, и дает короткое описание каждого зверя. И вот в его видении один зверь сменяет другого. И вот пока Даниил думает об этом, видит это бушующее море страшных зверей, его внимание вдруг смещается. Его внимание вдруг смещается с моря, со зверей, и он замечает небо. Он видит небо. И вот мы с вами прочитаем то, что Даниил увидел на небе. А с 9 стиха до 14 стиха 7 главы. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было белое, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречений высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано сожжению огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни, данное им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему, Сыну Человеческому, да на власть, слава и Царство, чтобы все народы, премена, языки служили Ему, владычество Его, Сына Человеческого, владычество вечное, которое не придет, и Царство Его, Сына Человеческого, не разрушится. Итак, происхождение титула Иисуса Христа «Сын Человеческий» отчасти связано с книгой пророка Даниила. Вы знаете, вот что интересно, что далее выражение «Сын Человеческий» в Библии встречается уже в Евангелиях, где оно имеет выделяющуюся особенность. Ну вот практически во всех случаях выражением «Сын Человеческий» пользуется только один человек. Если проследить содержание книг Нового Завета, то выражением «Сын Человеческий» пользуется только один человек – сам Иисус Христос. То есть получается, что у нашего Господа был особый язык самоопределения. А больше всего Он себя называл «Сын Человеческий». То есть это был, ну давайте скажем, его любимый титул. По его мнению, Сын Человеческий – это наиболее полное описание Его личности, по его мнению Сын Человеческий – это наиболее полное описание Его служения и наиболее полное значение Его жизни. То есть вся Его жизнь, цель служения, оно связано с титулом «Сын Человеческий». Ну, мы с вами проведем короткое изучение, которое покажет нам связь служения нашего Господа, Иисуса Христа, с тем, что видел Даниил. То есть мы посмотрим немножко на само видение Даниила и потом посмотрим на уже повествование о жизни нашего Господа. Ну вот первый элемент видения Даниила, это все еще седьмая глава книги пророка Даниила, то, что видит Даниил. Он видит грядущее царствие Божие. Даниил в первую очередь видит видение, в котором высвобождаются демонические силы. Ну прошу вас проследите, еще раз прочитаю со второго стиха. Начав речь, Даниил сказал, видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. А первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мясо много. Затем видел я вот еще зверь, как барс или леопард. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях вот зверь четвертый. У этого зверя даже не было имени. Страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем и сторону-то были пред ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие и уста, говорящие высокомерно. Вот представьте себе вот такой вот сон, вот такое вот видение. Дальше вот сам Данил рассказывает о том, что в ужасе он пытается найти объяснение увиденному. И в этом ему помогает еще один человек, который там находился, вот в этом видении. Он находит помощь у него. В 16 стихе Данил пишет, «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. Он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». Знаете, это очень интересная черта пророческой литературы. Мы находим похожее в книге «Откровения» Данил или апостол Иоанн. Они настолько втянуты в реальность своих видений, и кажется, что они сами вступают в мир, который они видят. И кажется, что они сами становятся участниками увиденного. То есть они не просто снаружи смотрят внутрь, они не просто видят экран, они там. Они наблюдают и становятся частью видения. Вы знаете, происходит даже больше. Они чувствуют, они очень хорошо понимают, что и их собственные жизни теперь вовлечены в происходящее. Видение Даниила, несомненно, имеет значение. Непонятные звери – это силы. Это силы, которые восстанут на земле и опустошат ее. Картина ужасающая. Но знаете, чем особенно ужасна эта картина для самого Даниила? Вы знаете, в этой книге часто раскрывается сердце этого человека. Вы знаете, то, что мечом пронзает его душу, то, что больше всего приносит ему боль. Вы знаете, что больше всего беспокоило в этом видении? Его беспокоило то, что, оказывается, война, которую он видел, борьба вот этих вот зверей, она ведется против святых Всевышнего. Вот что больше всего беспокоило этого человека. Даниил особен любовью к народу Божьему. Он особенно известен небезразличием того, что касается жизни этого народа. С одной стороны, Бог дает ему увидеть то, что тревожит сердце пророка. Он видит войну демонических сил против святых. Но, с другой стороны, весь ужас происходящего компенсируется видением престола Бога. Во всем этом ужасе Бог показывает Даниилу личность. Он очень хорошо понимает, что это особенная личность. Вот личность, которая достигнет и обеспечит безопасность Божественного Царства. Среди этого ужаса происходящего особенное место занимает престол Бога. И личность именно Сына Человеческого. Именно Он, Сын Человеческий, обеспечит или достигнет безопасность Царства Божьего. 13-14 стих 7 главы. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена, языки служили Ему. Владычество Его, Владычество Вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится». Итак, Даниилу в нескольких предложениях показана картина мировой истории. Оказывается, вся наша с вами человеческая история течет в контексте конфликта. В контексте конфликта между Царством Бога и силами тьмы Даниил предвидит время, когда силы тьмы обладают властью и самой разрушительной силой. И в такие моменты действительно кажется, что Царству Божьему не устоять. Но здесь же Даниил получает уверение в том, что Царство Бога сокрушит все остальные царства. Вы знаете, читая вот о жизни этого человека, пророка Даниила, можно предположить, что если он чему-то научился за свою жизнь, то больше всего научился спокойствию и степенности. У него самого, у самого Даниила, его жизнь несколько раз была на грани. Да и в видениях он часто и неоднократно видел опасность для народа Божьего. Но вот спокойствию и степенности его учил престол Всевышнего Бога. Во всех своих видениях страшных и опасных он всегда видел этот престол. Бог ему показывал престол Всевышнего, который всегда находился на своем месте. Это повторяющаяся тема Священного Писания. «Царство приходит и уходит, империи поднимаются и теряются, но Царство Бога будет существовать вечно». То есть видение, которое получил Даниил, это картина и обещание победы Бога. Далее, «Видение Даниила» содержит пророчество о том, что приближается суд за всякое зло. Ну, вот наказание зла – это очень-очень сложная тема для человека, для нас с вами. Почему сложная? Потому что мы не всегда видим суд на зло, над злом. А порой мы с вами видим даже обратное, мы наблюдаем, что зло, оно благоденствует. Мы с вами наблюдаем благоденствие зла. И вот так вот получается, что вот мы с вами, жители Нового Завета, имеем некоторое преимущество перед людьми Ветхого Завета. Вот в чем заключается одно из преимуществ. Дело в том, что вот книги Ветхого Завета, даже вот эту вот книгу пророка Даниила, мы с вами читаем с перспективы, ну, истории, которая уже прошла. И мы, больше того, мы с вами читаем с перспективы открытого в книгах Нового Завета. А именно, изучая Новый Завет, вот смотря на историю жизни человечества, мы с вами понимаем, что пророчества Ветхого Завета, они иногда исполняются поэтапно. Пророчества Ветхого Завета иногда исполняются поэтапно. Ну, я не знаю, вот у нас же с вами Пенсильвания, очень горная местность. Если вам приходилось когда-то гулять по лесу, очень скоро вы заметите, что пик, который вот вы видите перед собой, это всего лишь один из этапов вашего восхождения на вершину. То есть вы поднимаетесь на гору, и вам кажется, что это самая высокая гора. Однако, стоя только подняться на вершину этой горы, вы увидите, что за ней следует другая, третья и четвертая, пока вы не доберетесь до вершины. Вы знаете, некоторые видения Ветхого Завета имеют такую особенность. То есть, с одной стороны, дают нам картину могущественной победы Бога. Это то, что увидел Даниил. Но когда события разворачиваются в истории, эта победа достигается поэтапно. На этом пути есть вершины и есть блокпосты, которые ведут к окончательной победе. Именно так события видит Даниил. Он видит установленное Царство Божье и разбитые силы тьмы. Но по мере того, как развивается история искупления человечества, мы находим целую серию вершин, которые ведут к окончательному уничтожению зла. То есть, Даниил видит далеко вперед, и поэтому ему кажется, что победа выглядит как одно событие. Содержание Нового Завета мы с вами действительно узнаем, что Царство Божье, оно вступило в силу. Оно пришло в Иисусе Христе, но еще не полностью открыто. И мы с вами, получается, находимся между двумя вершинами, между двумя блокпостами. Одна вершина называется приход Царства на землю, другая вершина называется завершение истории человечества и полное вступление Царства Небесного в свою силу. Одна вершина обеспечена служением Иисуса Христа на земле и Его вознесением, а другая вершина осуществится вторым пришествием Христа. Но, между прочим, вот это грядущее осуждение зла, оно было предсказано самим Господом, когда Он сказал вот эти вот слова «Ныне суд миру всему, ныне князь мира этого изгнан будет вон». Больше всего, вы знаете, вот в пророках Ветхого Завета, если говорить о Данииле, или, может быть, мы еще Исаию включим в эту же категорию. Вот озадачивала именно личность Господа Иисуса Христа. Вот представьте себе, Даниил видел вот это вот видение. Сын человеческий, который вот для него очень загадочным образом появляется. И он идет к трону Бога. Если читать книги пророка Исаии, то у Исаии – это страдающий слуга. Вот личность, которая сильно сдачивала человека. Страдающий слуга, который опять очень загадочным образом для пророка принесет жертву умилостивления. Как бы то ни было, Даниил увидел величие Бога на небесах. И вот эта вот неопознанная фигура сына человеческого, у него остались вопросы. Что все это значит? Может, еще один вопрос, который сильно его беспокоил. Когда он придет? Вот только теперь увиденное для Даниила становится якорем. Якорем для его души. И теперь, живя в Вавилоне, в переменчивые и трудные времена, Даниил будет помнить, что Бог находится на престоле. Он будет знать о появлении Сына Человеческого, который в свое время установит Царство и обеспечит победу. Даниил видел вынесенный приговор злу. Он видел открытые книги и уже уничтоженных зверей. Он видел победу Святых Всевышнего. Знаете, братья и сестры, если говорить о пророчествах об Иисусе Христе в Ветхом Завете, и вот мы с вами отметили два таких ключевых пророчества. Пророчество о Сыне Человеческом, пророчество о Даниле и пророчество о страдающем слуге. Это 53 глава книги пророка Исаия. Вы знаете, что удивительно? Удивительно то, что Иисус Христос в пророчествах Ветхого Завета никогда не изолирован от своего народа. Его служение всегда связано с нашими благословениями. В книге пророка Исаия мы видим служение Иисуса Христа в качестве страдающего слуги, который страдает от имени народа. В книге пророка Даниила мы с вами видим торжество Сына Человеческого, которое предназначено и Святым Всевышнего. Таким образом, отрывок заканчивается удивительной картиной, 27 стих. «Царство же, власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого Царство, Царство Вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему». Ну вот, учитывая вот этот вот фон видения Данила, позвольте коротко опять вместе с вами проследить историю служения нашего Спасителя. Но почему же все-таки Сын Человеческий? Почему такая вот интересная ссылка, интересная связь в жизни Иисуса Христа с книгой пророка Даниила? Ну, между прочим, вот в еврейской культуре использование слова «сын» – это способ показать свойства или указать на характер. То есть, вот как евреи, один из способов, как они указывали на характер человека, они называли его сыном. Пример приведу. Вспомните, пожалуйста, прозвище, которое Иисус дал Якову и Иоанну. Он их назвал «сыны Грома». Да, вот нам с вами апостол Ян, мы говорим, любимый ученик Иисуса, апостол любви и так далее. Вот Христос увидел его в личность. То есть, увидел характер этих людей, двух учеников. Он говорил, это «сыны Грома». То есть, вот, ну, словом «сын» подчеркивали свойства или указывалось на характер. Поэтому, когда Священное Писание использует выражение «сын человеческий», что это значит по отношению к Иисусу Христу? А значит, это следующее, братья и сестры, «сын человеческий» или «вот настоящий человек». «Сын человеческий» или «вот настоящий человек». То есть, вот этот вот титул, он сразу нас с вами ведет к самым первым страницам Библии, где человек был создан. Иисус Христос – это то, каким должен быть человек. Иисус Христос – это то, кем должен был стать Адам. Адам должен был распространять пределы Эдемского сада. Сын человеческий – это настоящий человек. А вот в «Видении Данила» есть небольшое дополнение о Сыне Человеческом. Вот как Сын Человеческий в Его видении появляется. Ну вот, Священное Писание, 13 стих этой главы, отмечает, что Он шел. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, и дошел до ветхого днями». То есть, мы замечаем, что Он идет. И Данил дальше показывает, куда Он идет, то есть, к кому Он подходит. Но вот вопросом остается, откуда? Вопросом для нас с вами остается направление движения Сына Человеческого. Здесь, скорее всего, имеется в виду перешествие Сына Человеческого к престолу Бога именно после воплощения, смерти, воскресения и вознесения. В «Видении Даниила» Христос приходит к Отцу, как тот, кто сломил силы тьмы, как тот, кто вкусил проклятие Бога за грех, принял жало смерти и восстал из могилы. Облаченный в наше с вами человечество, Сын Человеческий сделал то, что Адам и мы не смогли бы сделать. Больше того, Сын Человеческий принял то, что Адам и мы с вами заслуживаем. Итак, Иисус Христос в «Видении Даниила» приходит к престолу от Голгофы. Он приходит от победы своего воскресения и приходит к тому, чтобы получить царство. Получается, что непосредственная цель «Видения Даниила» – это завершение земного служения Иисуса Христа. Да, Он снова придет. Придет в величии и славе. Он придет для того, чтобы положить конец истории человечества. Он придет для того, чтобы восстановить новую землю и новые небеса. В коротком «Видении Даниила» заключается жизнь Иисуса Христа на земле. И вот так вот интересно Библия показывает жизнь нашего Господа, нашего Спасителя. И его жизнь, его общественное служение началось с конфликта. С конфликта с силами тьмы. То есть первое, что сделал Христос, он принял крещение. И после крещения у него было искушение. Я думаю, очень интересно, ну, как-то помнить, знать, понимать, что благодать Божьего Царства, она приносит человеку не только прощение грехов, но благодать Божьего Царства человеку приносит свободу от сил тьмы и восстановление новой жизни. И вы знаете, вот здесь вот в искушении самый первый и по-настоящему разрушительный удар был нанесен сатане. Вот эти вот слова Господа в пустыне «Отойди от меня, сатана!» Я думаю, для нас с вами очень важно понимать, что в истории человечества такого никогда не было. Такого никогда не было в истории человечества. Между Адамом и Иисусом не было никого, кто мог бы это сделать. До сих пор никто вот так не противостоял сатане. Никто из людей не мог выдержать уровень соблазна. В самый первый раз сатане пришлось по-настоящему отступить. И в пустыне царство сатаны приняло великое поражение. Интересно обратить внимание, что Христос делает после искушения. После искушения написано, что Он проповедует о том, что приблизилось Царство Небесное. После искушения Библия говорит о том, что Он призывает людей в Своё Царство. Мытарь оставляет свою кассу, рыбаки оставляют свои сети, один за другим люди следуют за Ним. То есть теперь Он приводит учеников в Своё Царство, и затем Он начинает проявлять силу Своего Царства. Он исцеляет больных, Он спасает тех, чья жизнь угнетена силами тьмы. И вот эта вот серия чудес, они имеют свою суть. Суть чудес и исцелений в том, что они являются знамением. Чудеса Господа, они являются признаками окончательного возрождения Вселенной. То есть в жизни Господа уже были, проблёскивает будущее, проблёскивает будущее обновлённое творение. Ну, я думаю, бывало у вас такое, когда вы заходите в комнату, там темно и включаете свет, и в этот же миг электрическая лампочка сгорает. Но пока сгорела лампочка, она вспыхнула, и вы заметили уже обстановку в этой комнате. То есть именно так чудеса Господа служили мгновением, которое открывало новое творение. То есть чудеса Иисуса Христа не указывали на Его как на Личность Сына Человеческого, который устанавливает Своё Царство в мире и демонстрирует силу этого Царства. А далее Сын Человеческий не только утверждает Своё Царство, но платит цену искупления за этого Царства. А для того, чтобы получить владычество, необходимо было заплатить цену искупления. И мы с вами опять очень хорошо понимаем, знаем историю жизни Христа, что для Сына Человеческого путь к славе лежал через Голгофу. И опять, я думаю, очень интересно будет посмотреть на пророчества Ветхого Завета, а именно вот эти пророчества о страдании Мессии. И как часто люди, которые писали вот эти вот пророчества, как часто для них это оставалось загадкой. Такой загадочный путь Мессии. Давайте вспомним о книгу пророка Исаии, 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на Тебя. Столько был обезображен, обезображен, паче всякого человека, лик Его. И вид Его, паче сынов человеческих». Получается, что Иисус Христос вступает на престол с креста, где Его лик был обезображен, паче всякого человека. Между прочим, когда Исаия пишет эти слова, мысль не в том, что Христос пострадал больше, чем любой другой человек или больше, чем другие люди, а мысль в том, главная мысль в том, что Он был обезображен из-за того, что стал человеком. Обезображен из-за того, что стал человеком. Обезображен, потому что принадлежал человеку. Сын человеческий обезображен, потому что покрыт грехами человека, нашими с вами грехами. В холодном и темном месте Голгофы Священное Писание говорит, что происходит глубокий распад бытия. Вы знаете, интересно, 22-й Псалом, опять-таки вот эти пророческие слова об Иисусе Христе. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Обезображен паче всякого человека. Я же червь, а не человек. Для сына человеческого путь к славе лежал через Голгофу. Вы знаете, вот Евангелие именно так показывает Христа в страданиях. Евангелист Марк отмечает, что в Гефсиманском саду Христос начал ужасаться и тосковать. Очень интересный язык, язык, который показывает страдания человека, который открывает переживания человека, переживания, которые вызываются физическими страданиями, то есть человек в горе. И знаете, в этого опять очередная тайна нашего спасения. Очередная тайна нашего спасения. А вот несмотря на то, что мы с вами падшие существа, Священное Писание очень ясно говорит, что человек еще остается образом Бога. Несмотря на то, что мы падшие существа, Библия говорит о том, что мы с вами остаемся образом Бога. Деформированы, искажены, может быть, как разбитое зеркало, в котором когда-то отражался образ Бога. Но Библия говорит, мы с вами все еще люди. И продолжает существовать некоторое подобие. Для того, чтобы исправить образ Божий в нас, Иисус Христос должен был испытать это ужасное переживание. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. То есть Он должен был понести проклятие. Сын человеческий изъязвен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Это Его путь. Знаете, во время допроса Иисуса Христа происходит удивительное. Вот так вот интересно, с замыслом. Евангелие говорят нам о том, что происходят противоречивые вещи. То есть во время допроса Христа происходят противоречивые вещи. Дело в том, что во время допроса пять раз, вот Евангелие слуга особенно это подчеркивает, Иисуса Христа объявляют невиновным. Иисус Христа находится на суде перед правителем, Пилатом. Три раза Пилат утверждает, я не нахожу вины в этом человеке. Дальше Пилат посылает Иисуса Христа к Ироду. Когда он возвращается, Пилат опять говорит народу, Ирод ничего не нашел в этом человеке. Когда Господь находится на кресте, и рядом с ним преступники, осужденные в смертную казнь, один из преступников говорит, он ничего худого не сделал. И последний раз невиновность Христа подчеркивается римским офицерам, сотникам, который подтвердил и сказал, что действительно этот человек был праведник. Однако после однократного утверждения невиновности Иисус Христос приговорен к смерти путем распятия. Почему? Почему невиновный распят? Что в действительности происходит? А в этом, скорее всего, раскрывается сердце Евангелия. Библия показывает нам, что невинный занимает место виновного, чтобы виновного можно было считать невинным. Поэтому объяснению смерти Христа, есть одно объяснение смерти Христа. Он принимает обвинения, выдвинутые против нас с вами. Обвинения, выдвинутые в зале вечного судии. Образ Божий в Иисусе Христе обезображен. Он даже не похож над человеком. И все это для того, чтобы мы с вами могли вернуться к образу Бога. Интересно, вот когда думаешь об этом, вот Библия показывает это как великую тайну, не так ли? Однако наши с вами дети это понимают. С одной стороны, это великая тайна. Сердце Евангелия. Как невинный становится жертвой за виновных. Как наша вина переходит на Господа. Как его праведность переходит на нас. Глубокая тайна, однако наши с вами дети это хорошо понимают. Итак, Иисус Христос – это Сын Человеческий, который устанавливает Своё Царство. И Иисус Христос – это Сын Человеческий, который платит цены искупления Своего Царства. И теперь Библия говорит, что Христос – это Сын Человеческий, который ведёт историю к торжеству Своего Небесного Царства. Ну, очень опять известны для нас с вами слова «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Знаменитые слова, которые относятся не только к миссионерскому служению или к крещению. Эти слова относятся к триумфу Сына Человеческого, к Его победе. Триумф, без которого невозможно было бы миссионерское служение. То есть теперь, когда владычество принадлежит Сыну Человеческому, он возвращается к Отцу. Это то, что видит пророк Даниил. А его последователи несут Евангелие миру. Итак, история человечества неумолимо движется к завершению. Почему? Потому что Сын Человеческий взошёл к престолу Ветхого днями. И теперь мы с вами ждём того времени, которое называется «Триумф Сына Человеческого» будет виден повсюду. Ещё одно событие, которое очень ярко всплывает во время допроса Иисуса Христа, во время Его допроса перед грешными людьми. Когда грешные люди держали Его под стражей, допрашивали Его, Он ответил им, «Отныне Сын Человеческий восядет одесную силы Божьей». То есть почему Христос называл Себя Сын Человеческий? Это очень ясная ссылка на видение Даниила. То есть Христос показал, сказал людям, что Иисус – это Личность из книги древнего пророка. Таким образом, в сознании нашего Господа, Иисуса Христа, титул «Сын Человеческий» относится не только к тому, что Он был человеком, а титул «Сын Человеческий» относится к Его величию, к Его величию, к Его положению с правой стороны от Бога Отца. Этот титул относится к Его славе, этот титул относится к расширению Его Царства. Поэтому, когда Он говорит, пришло время прославиться Сыну Человеческому, Он ссылается на то, что когда-то увидел древний пророк Даниил. Итак, содержание нашей с вами Библии снова удивляет нас с вами. Книга пророка Даниила и четыре Евангелия. Между ними 600 лет, но мы с вами видим одного и того же Иисуса Христа, воплощенный в нашем человечестве. Он является нашим представителем, посредником, спасителем и нашим Царем. Он не только вступает на престол Ветхого днями, Он ведет нас с вами к этому Божественному престолу. А в свете этого, мне кажется, разумеется, что больше всего нам важно думать о славном возвышении нашего Спасителя, но при этом никогда не забывать еще раз взглянуть на Него, как на страдающего слугу. Да благословит нас с вами Бог. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...